Тема снимочного вебинара – как строить полезный маркетинг на основе данных. Его буду вести я, Аскерхан Амирханов, консультант по внедрению, и мой коллега Илья Цирульников, продукт-оунер модуля CDP. Поехали. План вебинара у нас сегодня такой. Я в течение пяти минут обзорно расскажу, что такое Mindbox, потом передам слово моему коллеге, он расскажет про модуль CDP и 10 минут у нас на вопросы и ответы. Мы, компания Mindbox, являемся разработчиками системы для автоматизации маркетинга и управления клиентскими данными. Работаем с 2006 года, более 100 сотрудников, являемся лидерами российского рынка автоматизации маркетинга. Все благодаря нашим любимым клиентам, которых у нас уже более 400. Это из совсем разных отраслей – одежда, обувь, техника, электроника, мебель, товары для дома и недвижимость и другие. То есть считаем, что мы можем быть полезны для каждой компании, у которых есть большая база клиентов. Чего достигают наши клиенты? Это увеличение выручки. По медиане увеличиваем выручку на 10,1%. В зависимости от отрасли эти цифры могут быть разные. Там, допустим, в косметике цифры выше, недвижимости ниже. Все это зависит от частоты покупки. Там, где частота покупки выше, там влияние правильного и персонализированного маркетинга выше. Что часто мы видим, когда приходим к нашим клиентам? Генеральный директор либо SEO говорит, что нужно больше продавать. Маркетинг знает, как это нужно сделать. Нужно запускать больший механик, тестировать новые гипотезы. Но часто упирается об IT. Не потому что IT не хочет, а потому что у IT довольно-таки много задач. И постоянно нужно согласовывать, периодизировать эти задачи. И ждать, допустим, бывает часто то, что слышали, то, что перед разработкой гипотезы и тестированием может пройти 2-3 месяца. Плюс у маркетинга есть такое понятие, как интеграционный хаос, потому что маркетинг использует обычно в своей рабочей довольно-таки много систем. Это CRM, сайт, кассы, мобильное приложение, различные шлюзы для рассылок, для триггерных, для массовых и так далее. Что здесь предлагаем мы? Мы предлагаем стать средним звеном, где вы интегрируете ваши данные по клиентам из ваших источников и получаете единый профиль клиента у нас, который вы можете начать строить сегментацию и запускать персонализированный маркетинг. Это омниканальные рассылки, e-mail, смс, вайберы, пуши, персонализация сайта с товарными рекомендациями и программа лояльности. Как видим, такой подход у нас работает. У нас уже более 120 публичных историй успеха наших клиентов, где они рассказывают, как, за какие сроки и с помощью чего они достигли. Тут бы хотелось задать правильный контекст, то, что мы о вин-вин подходе. Нам очень важно, чтобы каждый клиент был счастлив, был работать с нами и захотел в будущем написать с нами кейс. Вот. Теперь из чего состоит сам продукт. Продукт состоит из четырех модулей. Первый – это костмодата платформа, платформа клиентских данных. Это сердце платформы, где собираются данные о ваших клиентах онлайн и офлайн, и вы можете провести сегментацию по любым параметрам, которые передали в систему. Второе – это омниканальные рассылки. E-mail, смс, вайбер, пуши и чат-боты. Здесь, скажем так, три пункта к пользу основных. Первое – то, что это могут быть персонализированные рассылки под сегмент. Второе – то, что это могут быть каскадные рассылки, то есть вы можете использовать сразу несколько каналов. E-mail, смс, вайбер и пуши. И третье – то, что это может настроить автоматический сценарий рассылок при наступлении какого-то события на сайте, либо при попадании в какой-то сегмент. Допустим, если брошенная корзина, брошенный просмотр, или клиент попал в сегмент отток, то отправь ему реактивационную рассылку или цепочку рассылок. Третье – это персонализация сайта, сайта динамическими блоками на сайте, поп-апами и товарными рекомендациями. Как классические сопутствующие похожие товары, так товарные рекомендации к последней покупке, просмотрам. И под какой-то конкретный сегмент можно вручную настроить товарные рекомендации. И последнее – это программа лояльности. Почему разработали? Часто видели то, что у наших клиентов программа лояльности работает таким образом, чтобы дать скидку всем. Мы хотели сделать так, чтобы клиенты могли зарабатывать на программе лояльности. И возьмем таких два стандартных сценария использования. Допустим, у нас есть сегмент отток и лояльные. Мы говорим в системе, там, Pindbox. Если клиент попал в сегмент отток, начисли ему 400 баллов и отправь ему e-mail, то, что, дорогой клиент, мы хотим, чтобы ты вернулся, вот тебе 400 баллов до конца недели. И, допустим, так мы мотивируем клиента на возвращение. Либо у нас есть клиент из сегмента лояльные, и мы ему говорим, дорогой клиент, мы тебя очень любим, вот тебе там скидка на твой любимый, любимую категорию товаров. Если ты купишь там более… в чеке будет у тебя еще и более высокоможенальный товар. То есть увеличивать средний чек наших лояльных клиентов. Вот. И здесь сеть четыре модуля можно использовать в связке между собой и комплексно автоматировать ваш маркетинг, как в онлайне, так и в офлайне. И как же мы говорим о трех рисках внедрения? То есть это те три шага, которые учли наши клиенты, чтобы все полетело хорошо. То есть первая – нужна стратегия. Чего вы хотите достичь с помощью внедрения майнбокса? Это увеличение выручки, допустим, в онлайне, либо возвращаемость клиентов. То есть запускаем, чтобы что? Второе – нужны гипотезы, механики, которые вы хотите запустить с помощью майнбокса. И второй пункт – нужен ресурс IT на интеграцию по тем модулям, которые вы хотите внедрить. И третье – в будущем нужен будет человек, который будет работать руками. У вас будет выделенный менеджер, который вам помогает на старте настроить механики, которые вы хотите внедрить. Он напишет вам ТЗ и будет сопровождать дальнейшим. Но с вашей стороны также нужен человек, который будет работать в системе потом. Вот. Я передаю слово моему коллеге Ире Цурульникову. Он дальше продолжит и подхватит, и расскажет более подробно по модуле CDP. Всем привет. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если меня слышно. Сейчас экран расширю. Отлично. Меня зовут Илья, я занимаюсь модулем CDP в онлайн-боксе или платформой клиентских данных. Чуть повторюсь то, что рассказывал Аскер. Обычная проблема, которую видим у большинства клиентов – это использование различных систем, которые между собой либо никак не связаны, либо связаны очень плохо. Это естественный процесс, потому что компании растут, постепенно подключают к себе новые сервисы, но в результате это все превращается примерно в такую картину, которую мы называем интеграционный хаос. И немногие понимают, но на самом деле этот хаос мешает запускать даже самые простые механики маркетинговые. Вот сейчас покажу несколько примеров. Один из примеров – это реактивационная цепочка. Суть в том, что мы можем не знать, что клиент продолжает покупать в офлайне, но перестал покупать в онлайне и продолжать его заспамливать с письмами, выдавать ему лишние скидки, либо просто отдать, хотя это наш лояльный клиент. Еще один пример – это брошенная корзина. Опять же, пользователи могут добавить товар в корзину, после этого решить, что лучше он пойдет в розничный магазин и примерят его вживую. Мы при этом продолжаем ему слать письма и надоедать. И еще один из примеров – это скидка на первую покупку. Возможно, этот клиент уже давно пользуется нашими услугами. Первый раз зашел на сайт, и мы просто раздаем лишние скидки, хотя и так наш лояльный клиент. Решение, которое мы предлагаем, – это создать единый профиль клиента с помощью нашей платформы клиентских данных. Основная идея в том, что CDP интегрируется с разными клиентскими системами. Это может быть CMS – система управления сайтом, это могут быть кассы в розничных магазинах, CRM, в котором работает колл-центр, мобильное приложение или любая другая система, с которой взаимодействует клиент. Платформа клиентских данных очищает все входящие данные, объединяет их в единый профиль, чтобы мы видели историю взаимодействия во всех каналах. И дальше на этих очищенных данных уже строится маркетинг. Маркетинг осуществляется разными способами. Например, сейчас мы поддерживаем коммуникации с помощью e-mail, SMS, Pushy и Viber, поддерживаем персонализацию сайта – это поп-апы, виджеты, рекомендации и поддерживаем программу лояльности. И помимо этого разрабатываются еще разные модули. Например, медиа – это возможность отображать рекламу в Facebook, Instagram, Google или Яндексе. Помимо этого, мы получаем еще данные обратно. Например, когда пользователь просмотрел рассылку или кликнул по ссылке в письме, эти данные попадают в ACDP, и мы знаем о пользователе больше. Мы знаем, пользуется он акцией, которую мы ему отправили или нет. И эти данные можно возвращать обратно. Приведу несколько примеров. Один из наших клиентов, фэшн-магазин Twell Stories, интегрировал с нами Slack, мессенджер, в котором работает колл-центр. И по команде они получают все персональные данные клиента, получают его баланс и историю баллов. Либо Benetton интегрировал с нами свою BI-систему отчетов, они выгружают автоматически все данные из Майнбокса и визуализируют их так, как им нужно, чтобы руководству удобно отчеты предоставлять. Еще один пример – печать сообщения на чеке в розничном магазине. Майнбокс автоматически в зависимости от сегмента клиента генерирует персональное сообщение. Это может быть, например, по Мако на следующую покупку, и клиент его получает сразу же. В кейсе с магазином Петрович описан хороший пример, где они интегрировали совершенно разные системы и получили единый профиль. Это колл-центр, у них есть Digital Room, это возможность посмотреть материалы, как материалы будут выглядеть на фотографии в своей комнате. Это сайт Петрович.ру, ProPetrovich.ru – это для профессиональных бригадиров, мобильные приложения и розничные кассы. В результате, когда все данные объединены, возможности маркетинга сильно расширяются. Например, можно запускать каскадные рассылки. Мы взаимодействуем с клиентом по тому каналу, который для него приоритетный и наиболее открываемый – это мобильные пуши. Но если реакции нет, то мы, например, через сутки можем отправить по e-mail, и дальше уже, если на e-mail никакой реакции нет, то отправим смс-ку, и это наиболее дорогой канал и меньше всего информации вмещает. Возможно делать более сложные механики. Например, с магазином «Перекресток» мы реализовали интересную механику, когда клиенту через определенное время напоминали о том, что у него закончилась вода, которую он покупал, и нужно ее пополнить. И в зависимости от пользователя эта механика взаимодействовала по-нужному для клиента каналу. Например, для тех, кто использует веб-пуши, отсылались пуши, кто не использует e-mail рассылки. CDP позволяет реализовать омниканальную программу лояльности. Это пример, как она устроена у Benetton. Покупатель взаимодействует либо с интернет-магазином, либо с кассами розничных магазинов. Маркетологи же работают в единой системе, откуда они коммуницируют с покупателем самыми различными образами, либо через магазин и кассы, либо напрямую через рассылки по разным каналам коммуникации. И кроме того, единый профиль позволяет получить информацию полную, которая необходима для отчетов. Например, когда у нас единый профиль онлайна и онлайна, мы можем честно посмотреть охват программы лояльности, посчитать, либо количество повторных заказов. Естественно, когда данные хранятся отдельно, но такой возможности нет. Товарная рекомендация тоже много выигрывает от единого профиля. Во-первых, мы начинаем рекомендовать более персональные товары, поскольку мы учитываем историю покупок и в онлайне, и в офлайне, и в других каналах. Во-вторых, есть возможность показывать рекомендации не только на сайте, но одновременно во всех каналах. Можно показывать рекомендации на экране перед кассой, которая обращена к клиенту. Можно в мобильном приложении, можно показывать оператору колл-центра, который будет предлагать по телефону эти товары. Резюмируя, идея в том, что в CDP загружаются все клиентские данные из любых источников. Эти данные автоматически очищаются и склеиваются. И дальше на этих данных уже запускаются сложные маркетинговые механики, которые невозможно запустить иначе. В результате у бизнеса растет выручка. Вот пример из кейса с Бенетоном. В результате относительно контрольной группы, это группа, с которой не взаимодействуют никакие маркетинговые компании, это просто мы смотрим на фоновые продажи, которые и так есть. И относительно них у Бенетона вырос средняя выручка на клиента. Сейчас покажу немножко, как это выглядит на практике. И дальше перейдем к вопросам, если они будут. Сейчас вот у меня открыта карточка клиента в системе Mindbox. Тут есть набор стандартных полей, есть набор дополнительных полей. Эти поля настраиваются под каждый бизнес отдельно. Это могут быть какие-то опросы, это может быть размер обуви, например, для обувной компании, либо размер одежды. То есть это любой набор полей, которые предоставляет больше клиента знать и на основании этого маркетинг строить. И ключевое – это набор действий, которые мы знаем о клиенте. Действия – это некий факт, который отвечает на вопрос, что, где и когда произошло. Вот данный клиент, он зарегистрировался на сайте. Дальше он немножко походил по сайту, мы видим, что мы отправляли ему смс, и он подтвердил свой номер телефона. И потом, через какое-то время, он пришел в магазин, в данном случае в Лондоне, и приобрел товар. В этом профиле мы видим разную информацию, вплоть до того, что можно посмотреть, какая рассылка была отправлена, посмотреть на письмо, какие товарные рекомендации подставлялись. И, собственно, основная идея в том, что мы видим все действия из разных источников. И дальше на основании этих действий мы можем строить сегменты и запускать маркетинговые механики. Вот так примерно выглядит конструктор сегментов. Все строится в интерфейсе. В данном случае мы пытаемся найти клиентов, которые за последний месяц просматривали товары на сайте, которые открывают письма, но за три месяца не сделали ни одного заказа. То есть ищем клиентов, которые интерес проявляли к нашему бренду, но чего-то им не хватает. И, возможно, ему нужно запустить какую-то механику и посмотреть, как она будет работать. Можно попробовать выдать скидку, можно попробовать начислить баллы, а, возможно, будет достаточно напомниться о себе, и этого хватит, чтобы клиент сделал покупку. В All-MineBox можно запускать АБ-тесты и смотреть, какая механика работает, а какая нет. Таким образом маркетинг получает быструю обратную связь. И, как еще один пример, это цепочка сценариев. Это новый функционал визуальный. Мы, собственно, можем указать, по какому событию запускается цепочка. Сейчас прогрузится. В данном случае это событие подтверждения телефона, но на самом деле событие может быть любым абсолютно. Это может быть совершение какого-то действия, либо попадание пояса в сегмент. И, собственно, дальше мы указываем порядок действий. Например, мы хотим начислить ему 5 баллов с комментарием. Эти баллы действуют 2 недели. И, собственно, дальше мы можем указать какую-то бизнес-логику, которую мы хотим с этим клиентом сделать. В данном случае мы проверяем, что если у него есть мобильное приложение и он подписан на мобильные пуши, то мы отправляем заранее заведенную рассылку с отравкой пуша. Если у него мобильного приложения нет, но у него есть e-mail, и он подписан на e-mail, то можно отправить ему e-mail рассылку. Либо опционально можно отправить SMS. Все рассылки, они также заводятся в системе и визуально редактируются. Сейчас покажу. Ну, на примере мобильный пуш выглядит вот так вот. На этом все. Дальше буду рад ответить на ваши вопросы. Давайте я помогу к ответу и вопросу. Да, давай. Первый вопрос. От Михаила. Какую BI-платформу вы используете для анализа и скоринга данных клиентов? Как у вас происходит скоринга поведения клиентов и анализа поведения? BI-платформу можно подключить любую. У Mindbox открытый API, то есть мы позволяем выгружать данные клиента в любую систему. И там уже использовать любой, ну, по сути, любую BI-платформу, которую вы сами выберете. Мы планируем в 2021 году запустить свой BI-модуль, и он будет работать на основе Power BI и технологии Google BigQuery для хранения данных. Следующий вопрос. Про сколинг еще немного отвечу. У нас собственный машин-диорник алгоритмы, которые позволяют, ну, на которых работают товарные рекомендации. У нас есть алгоритм лучшее время отправки, где мы автоматически выбираем, в какое время конкретный клиент лучше открывает письма, лучше на них реагирует, и автоматически отправляем письма поиска в это время. И, кроме того, сегменты, которые я показывал, они работают без ML-алгоритмов. В них в интерфейсе настраивается правило, по сути, как сегментировать этих клиентов. Следующий вопрос. Да. На каких данных вы строите сегменты? Можете ли вы смечить offline-продажи с медиаподказателями? Сегменты строятся на всех действиях, которые мы знаем о клиентах. То есть это и продажи, и переходы на сайт, и просмотры товаров, открытие писем и так далее. То есть, по сути, по всем истории, которые мы знаем, мы строим сегменты. Соответственно, мячинг из офлайна тоже работает, если в офлайне есть программа лояльности. То есть, по сути, мы знаем браузер клиента, мы знаем его email-адрес и поле этой связки. Мы можем показывать рекламу в Facebook и Instagram, например. И дальше, если клиент приходит в офлайн с картой лояльности, эти данные тоже прилетают в Mindbox, и мы можем смотреть, какая компания работает лучше, а какая хуже. Следующий. Да. А чем вы отличаетесь от Salesforce Marketing Cloud? Ну, по сути, Salesforce – это наш конкурент. Единственное, что программы лояльности, по-моему, у них и не было, и они запустили в этом году. Вот про нее пока еще ничего не могу сказать. Основной упор у нас в том, что все можно делать в интерфейсе, для этого не нужно много разработки. То есть, мы предоставляем некий конструктор для маркетинга. Соответственно, отдел маркетинга уже без участия разработки может запускать механики. И, кроме того, интеграция Mindbox намного проще. Мы сейчас работаем еще над модулями стандартными, которые ускоряют ее. Например, для Bittrex интеграцию можно сделать за один-два дня. Так, следующий. Есть ли интеграция с Hikom Marketplace, Ozone, Яндекс.Маркет, Fileberries и Перекресток? Нет, с Marketplace интеграции пока нет. Мы ожидаем, что у клиента должен быть свой сайт, и события собираются с этого сайта. Отлично. А есть ли у вас интеграция с SMS-сервисами клиентов или SMS и e-mail отправляются только от вас? e-mail отправляются только от нас. У нас свой шлюз, и мы не берем за это дополнительных денег. То есть объем отправленных сообщений никак не учитывается. SMS, интеграция с большим количеством шлюзов, они есть на сайте Mindbox в разделе партнера. Их около 20. И мы, опять же, не берем дополнительных денег за трафик. То есть вы напрямую общаетесь со своим провайдером, с которым заключили договор. Как идет интеграция с мобильным приложением? Трекаете ли вы поведение мобилки? Да, мы трекаем поведение мобилки. Сейчас у нас как раз весной 2021 года выйдет SDK для мобильного приложения, которое упростит интеграцию. И сейчас интеграция работает по API, то есть можно передавать все события просмотра. Ну, по сути, те же самые, что на сайте. Корзины просмотра, заказы, регистрации напрямую из мобильного приложения в Mindbox. И опять же, мобильное приложение может из Mindbox получать, в каком сегменте находится пользователь, например, и в зависимости от этого персонализировать выдачу. И баллы, расчет скидок для программы лояльности и другую информацию. Следующий вопрос. Если интеграция с ОФД, сможем ли мы эти чеки и продажи? С ОФД прямой интеграции нет. Возможно интеграция через партнера. Соответственно, в теории, возможно, механика, когда мы начисляем баллы без интеграции с кассами, а за то, что клиент отсканировал QR-код, и к нам этот чек попал через партнера. С какими системами интегрируетесь? 1S, Bittrex24? Мы со всеми, поскольку у нас открытая API. Единственное, мы не занимаемся сами интеграцией, то есть интеграция на стороне клиента происходит. Но мы стараемся упростить интеграцию нашим клиентам, и у нас есть модули стандартные для 1S и Bittrex, и, скорее всего, в 2021 году появится для Bittrex24. Тут комментарий от Максима. Не получил ответа про сегментацию, понял, что будет в будущем. А что сейчас, как мне посмотреть на категорию клиентов, понять, какой процент с пушами, какой с email? Возможно, не так поняли. Сегментация и сейчас есть. Я на примере покажу, как выглядит конструктор сегментов. Вот, соответственно, тут можно отсегментировать людей, которые открывали, например, пуши за последний месяц. Можно отсегментировать, кто из них еще и открывал email, либо только открывал email. И, соответственно, настроить сегмент, который необходим для ваших бизнес-правил. Я скорее провязываю. Лучше всего на примере, ну, если приведете конкретный пример сегмента, который вас интересует, то можно пробовать в режиме онлайн построить, если времени не хватит. Следующий. Чем отличаетесь от CleverData? CleverData, насколько я знаю, это DMP-платформа. Она про то, чтобы, по сути, она продает данные клиентов. Ну, я могу ошибаться тут, но у нас first-party данные, то есть мы работаем только с теми данными, которые клиент загрузил в Ominbox. Там это third-party данные, то есть они откуда эти данные получили, мы не знаем откуда, и эти данные используются для более точной открутки контекстной рекламы. Но тут могу ошибаться, так что, если что, извиняйте. Данные телефонии, сотрудников код-центра и результатов звонка есть в Ominbox? Эти данные ссорятся между собой или нет? Данные телефонии, код-центр тоже можно интегрировать в Ominbox, и многие это делают, и опять же в обе стороны. То есть, с одной стороны, в Ominbox приезжает факт звонка, и можно передавать события, доволен клиент, недоволен. И, например, в Ominbox автоматически настраивать механики, что если клиент недоволен, то запускается какая-то цепочка, которая начисляет ему баллы, и сообщение, например, через две недели спрашивает, все ли у него хорошо. Можно в Ominbox возвращать данные по количеству бонусов и истории баллов или истории коммуникаций. И, кроме того, можно еще делать интересные механики. Помимо простой отправки писем, можно для VIP-сегмента слать события в OcalCenter, что вот этому клиенту нужно позвонить и узнать, как у него дела, либо предложить какой-то оффер. Подскажите, будет ли запись? Да, запись будет. Ну, все. На основе DSP можно запускать рекламные кампании в Mail и Google Яндекс. Наверное, CDP имеется в виду. Мы тут DSP написали, поэтому кликтовал. Ну, если я еще в Ominbox, то да, можно. Это вот как раз модуль медиа, о котором я рассказывал. Сейчас он официально не анонсирован, но через менеджера это можно запустить. И в 2021 году мы планируем его уже в интерфейсе сделать. Вот, вопросы закончились. Хорошо, тогда всем спасибо. Было приятно пообщаться. Приходите еще. Мы обязательно пришлем ссылочку на вебинар и презентацию. Всего хорошего.